Она всегда с волнением выглядывает особенных пассажиров. С минуты на минуту подъедет мужчина после операции, которого нужно посадить на поезд. Евгения Хитрун – дежурный помощник начальника вокзала «Барнаул». Ее узнают маломобильные пассажиры из разных уголков страны. Многие приезжают в краевую столицу для лечения. Вот они сделали на одном колене, сейчас приехали на второе. Многие приезжают и узнают, а вы нас встречали, а вы нам помогали. Спасибо вам большое. Чтобы пассажира с ограниченными возможностями здоровья встретили на вокзале или наоборот довезли до вагона, помогли с багажом, человеку нужно лишь оставить заявку на сайте РЖД. Бесплатно. Но даже и без этой заявки дежурный по вокзалу не бросит пассажира одного. Поднимать ничего нельзя. Травма позвоночника была. Давайте тихонечко ножку раз. Вы из какого города? Я в Белокурихе. А едете? Еду в Новосибирск, а потом на Хабаровск. А потом из Хабаровска тысячу километров на родину. Жизнь на вокзале кипит 24 на 7. И чтобы убедиться в этом, мы проведем один день с нашей героиней. Все хорошо? Дежурным по вокзалу Евгения работает 10 лет. Сегодня ее смена началась в 8 утра. До конца дня она забудет о своих проблемах, чтобы решать чужие. Если на вокзале вдруг потеряется ребенок, если человек будет опаздывать на поезд, если пассажир что-то потеряет. У нас это все время меняется. Не постоянно мы одно и то же, одно и то же, одно и то же. Люди постоянно разные. Перекусил быстренько и бежишь. Какая-то проблема, пассажир звонит либо в камеру хранения, либо справку какую-то хочет получить. Оформляем посылку. Это одна из обязанностей дежурного по вокзалу. Евгения упаковывает коробку, после для безопасности проверит ее, поставит пломбу для сохранности и посылка уедет в другой город. Кстати, удобный способ доставки. Посылку от 20 граммов до 30 килограммов отправляют на ближайшем поезде. Нет, не QR-код, а штрих-код. Пониже чуть-чуть. Евгения помнит те времена, когда стационарные камеры хранения находились в подвале со стеллажами и кладовщиком. Сегодня это автоматические ячейки. Пассажир сам размещает багаж, оплачивает услугу через терминал. А это уже склад забытых вещей. Их пассажиры оставляют в камере хранения и в поезде. Разобраться с потеряшками – тоже работа дежурного. Вот буквально вчера принесли вещь, сумка мужская. Сотрудники полиции разыскали владельца. И сегодня мы поездом отправим его вещи в Тюмень. Евгении сложно сказать, сколько пассажиров каждый день обращаются к ней за помощью. Подобрать маршрут, выбрать поезд и места, разобраться в расписании. Сегодня у дежурного есть электронные помощники. Этот видеотерминал в вокзале установили год назад. Сейчас с вами свяжется оператор. Задайте тебе вопрос. Поезд 62-й во сколько отправляете из Барнаула? За втро. Сейчас, минуту, пожалуйста. Оператор детально обсуждает с пассажиром его маршрут. Это позволяет снять нагрузку с кассиров и почти избавиться от очередей. А очередь сегодня здесь электронная, как в банках. Вы что хотели? Билет купить. Нажимаете «оформить билет». Все, выходит очередь и ждете, когда вас пригласят. Присаживаетесь. Вот ваш талончик. Третье окно. Вот сюда. За несколько часов мы поняли, что с современными технологиями дежурный по вокзалу должен быть на «ты». Евгения может спасти, даже если у вас сел телефон и уже надо выезжать. Сервис аренды зарядных устройств появился здесь недавно. В Алтайском крае это пока единственный автомат, но такие есть во всех крупных городах страны. Скачиваете приложение, через QR-код заходите, оплачиваете зарядное устройство, выходит зарядное устройство Powerbank, и вы можете ехать с ним в поезде, заряжать телефон. Потом на ближайшей станции, также в такой же автомат вы отдаете это зарядное устройство. Люди подходят, берут часто, и вот здесь у нас есть любой зарядкой, подходят и заряжают телефон. Иногда батарейки разряжаются и у самих людей. Среди пассажиров, признается Евгения, встречаются и эмоциональные. Задача дежурного по вокзалу – найти подход к каждому человеку. Успокоить, направить, побыть психологом. Скорее всего, что-то им непонятно. Что-то у них кто-то их взвел где-то. Если у них, допустим, нет билета, им нужно срочно уехать, мы стараемся помочь. Как-то подобрать маршрут через другой город какой-то. Во время своей смены Евгения также контролирует чистоту в залах ожидания. В задачи дежурного по вокзалу входит размещение пассажиров, которые предпочли провести время в зале комфорт. Сегодня это несколько человек. Ну и, наверное, самый идеальный вариант для больших перерывов между поездами – комната отдыха. Бронируют пассажиры. У нас есть на сайте наш номер телефона дежурного по вокзалу. Они звонят. Вот у меня буквально сегодня ночью приедет пассажир, который забронировал место на ночь. Это дерево, это тепло, красиво, оригинально очень. Спасибо большое. Эту елочку придумал и сделал наш работник вокзала своими руками, да. С любовью для пассажиров. Для таких фанатов своего дела работа – второй дом. Поэтому каждый дежурный старается сделать этот дом как можно уютнее. Например, все эти картины написаны сотрудницей вокзала. Она же создала и эту скульптуру – писателя и кинорежиссера Василия Шукшина. А вообще сегодня вокзал – это еще и культурная площадка. Здесь проходят выставки и концерты. У нас был начальник вокзала Иван Николаевич Зудилов, который играл на гармошке. Мы пели песни, поздравляли с Днем Победы ветеранов и наших пассажиров с праздником. Благодаря таким мастерам судят обо всей железной дороге. Вот и наша героиня в каком-то смысле – лицо вокзала, отражение наших путешествий и командировок. На этом наша смена подходит к концу. Честно, вечером уже устаю эмоционально и физически. Почему? Потому что я стараюсь отдать все. Я про дом, честно, не думаю, когда я на работе. Я когда уже домой иду, тогда вспоминаю про детей, про мужа, про семью. А в течение рабочего дня я думаю все время, что я здесь – это мой второй дом. И опять движение, опять помогать пассажирам. Люди у нас, они ближе к общению. Им нужно общение с живым человеком.